Всем привет. В общем, только зашел на сервер, не успел даже запись толком включить, как вдруг ко мне подъезжает полицейская машина. Из нее выходят явно не сотрудники полиции и настаивают, чтобы я поехал куда-то с ними. Ну, собственно, с этого момента и начинается видео. Мы едем на разговор. Куда? В участок. Участок? Да. Может, не надо? Вот, вы соседу в мешке говорите, это надо или нет? А вы сосед в мешке должны, ну, как бы, сделать то, что вам было сказано, вот с этим человеком. Со мной что-то должны сделать? Да. В смысле? Вы любите песни, там, стихи? Они не знают, что говорят. Я ничего не знаю. Что надо было? Нагнуть покущенцев, вы говорите? А вы кто? Не-не-не, в мешке, в мешке, в мешке-то кто это, блин? А, в мешке-то клиент. Клиент? Пойдемте в церковь, нашелся. В общем, идите-идите сюда. Я иду-иду-иду, да. Вот смотрите, как вы думаете, вот, ну, считаете ли вы целесообразным, ну, как бы, вот, за жизнь, чтобы человек расплатился стишком или песней? Ну, в плане выгоды, это очень сомнительно, конечно, я не знаю, если, конечно, большой любитель стишков, то вполне возможно. Ну, я не знаю, если вы большой любитель поэзии, стихов, песен, то почему бы и нет? Если человек действительно обладает какими-то вокальными качествами или, там, у него, не знаю, чувство ритма. Я не знаю, что я никакими такими качествами и творческими не обладаю. Тогда давайте вы как будете человек, который смотрит на ситуацию стороны, который не принимает участие ни в одной, ни в другой стороне, вот, но мы предложили человеку либо песню, либо стих, он активно не хочет ничего делать. Вы только что мне предлагали нагнуть какого-то попущенца, как вы его назвали. Что? Они говорили, отлично. Вы меня с этим привезли. Походу, не надо. Вот только что они мне это говорили, отлично. Это вы уже, главное, допустили. Потом говорили, рыбу поймай нам, мы тебя отпустим, блядь, опять не отпускают, блядь, не знаю, кстати, врут и врут. Так вы не поймали рыбу, подождите, а вы ловили рыбу? Они не дают, блядь, они меня таскают уже, непонятно. Ну, потому что передумали, изменили наши условия контракта, мы же правильно это делали. Передумали. В общем, либо стих, или песня, или смерть. Мужик сказал, а потом так передумал быстро. Или стих, или смерть. А если человек не знает стих, что ему делать? Я, допустим... Вот я не знаю стихов вообще, потому что я не увлекался стихами. А придумать стих? Ну, понимаете, не, ну, придумать-то можно, просто, понимаете, это может быть не стих, это нужно обладать такими творческими фантазиями, свойствами, так скажем. Ну, не каждый просто может. Ну, посела на варенье, вот и все стихотворение. Я обладаю каким-то... Вышел заяц на крыльцо почесать свое яйцо, да. Вот, вы видите, а вы говорите, что вы не знаете. Все, в чем проблема? Так мы тоже не требуем? Жили-были две лягушки, называли их клокушки. Ого! Во! Нормально? Все, зачет. Вот, вот вы видите, мы к чему-то идем. Вот, все стихо было. Да, процесс налицо. Жили-были две лягушки, называли их клокушки, оторвали потом им все ушки, блядь. В чем была проблема в самом начале такой стихо рассказать? Зачем вот нам надо было человека вызывать сюда? А я только что придумал, вот смотрю на вас, только что придумал. Свидетели, вы же ему поможете? Помочь зафиксировать то, что человек снял? Не, вот я вам ключи скинул от его наручника. Все, спасибо за стихо. Можете его, да, субжечь, да. До свидания. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-то было. Чтоб ты ждали, да. Давай подвесим, сейчас поделим. Как тебя приняли? Да на гараже, прям, пытался машину достать, они привезли какую-то кепку. А у него стояла машина, я там полчаса стоял, ждал, пока я заберу. Я его порудал, они меня связали, утащили сюда. Включай автозависание. Я без резких. Включай автозависание. Я на автозависание. А что тебя так колбасит-то? Не знаю. О, черт, стой. Так, нормально. Какого хрена? Куда? Я не знаю как. Что, вы будете метал ударить? Нет. Помогите. Чем вам помочь? Помогите. Офига, это не... Хлпу, кот синий, кот синий, кот синий, кот синий, кот синий, кот хлпу. Кот синий, помогите. Отойдите отсюда, отойдите отсюда. Там сзади, сзади, вы смотрите сзади. Да. Давай, давай. Давай, давай. Что это? Тестабики. Я убежала с ним в церковь. Все, развязывай его. Я одного связал, второй до сих пор валяется. Я их не стал кромать, короче, просто. Программа «Доступное жилье». Слушай, классная штука. Еще и на колесиках. Портативное передвижение. Да, господа, хороший у вас дом. Покажи свой дом. Вот давай, покажи. Покажи нам свой дом. Поехали дом смотреть. Поехали дом. Это же... Где? Где твой дом? Показывай. Где твой дом? Поехали. И что, куда мы едем-то? Дом смотреть. Вот, вот это понимаешь. Домик, в нем живут люди. А точнее я. Чего тут? Один милен. Заходим, заходим вот сюда. Давай, давай, открывайте ручка. Ручка, какая-то вообще непонятно. У нас все открывается. И там лежит хранилище. Ну где она? Супер. А ну дверь открывай, пока я тебе не настрала. Я сейчас настрю тебе тут в твоем доме. Ты понял? Я сейчас стекло выбью. Давай, ломай мухату. Я сейчас форточку открыл. Что ты меня ничего не спереди? На! Вызывай полицию. Нюхай. Вызывай полицию. Я предлагаю убрать оружие. Вот вам. Вон. Тут у меня бутылка виски. Там всякий хрен на тень есть. Я тебе эту бутылку об голову разобью. Если чудо не выпустешь. Какашку бери. Да, а что такое? Подожди, я что-то сбился с толку. Что происходит вообще? Я, я не знаю. Дверь заела. Дверь заела? Блин, подожди, а что с ней делать? Ну вот, смотрите. Я ее дергаю, а она не работает. Так, может, надо помощь позвать? Конечно. Там смесарь. У тебя смесарь какой-нибудь. А, блин, я дурачок. Ты что такое? Сильнее дернул просто? Не! Вы же понимаете, что без меня вам отсюда все равно не выбраться. Вот, смотрите. Вот еще комната. Помогите, нас насилуют. Так. Какая-то она подозрительно длинная. Опять ты пошла. Шо мне с вами делать? Поскольку я... Раньше я был гражданским. Гражданские там хренью всякой занимаются. Теперь я подстанец. Я типа тут против закона и все такое. Поскольку я не могу вас ограбить, то поскольку у вас просто нечего грабить, поскольку и вы сами меня, я думаю, ограбите, если я буду неосторожен. Так что мне нужно подумать... О, кстати, ночь. Там... Капец, сейчас будут свои славливые пальчики к нам запускать. Тебе нужно включить голову и подумать, как можно использовать... Куда ты там ушел? Ты там вообще-то, я это слушаешь? Да-да-да, я... Просто там кто-то ходит. Алло, алло. Ага, амиго, амиго, приезжай. Кто там, приезжай. Так, быстро Сидоровичу звоня. Слышишь? Сидоровичу быстро звони. Капитану... Капитану Гречкину. Я прикалываюсь. Посидите тут, я пока сгоняю за водой. Ну окей, а только ты дверь-то открой. Пиши, нас насилует молодой парень. Мы их колхозники безобидные. Помогите. Координаты? И координаты. Кто там? Во-первых, это мой дом. В смысле, это ваш дом? На каком основании вообще? На основании того, что я его купил. На основании того, что я здесь пропитан. На основании того, что здесь мое оружие лежит. В смысле? Откуда вы знаете, что у нас лежит здесь? А вы кто такой вообще? Как вы тут оказались? Так, вижу. И что? Камаз! Так, во-первых, вода вам явно не нога. Что? Каким образом вы дверь закрыли? Там наш дом. Не знаю, за ручку закрыла, а че? Здесь мой хрон. И здесь мое оружие лежит. Вот, смотрите, сейчас продемонстрирую. Эй, оставьте нашу заначку в покое. Еще взяли что-то ваше. Потому что там лежит... Это мои вещи. Тут какой-то... Вы слышите? О, машина сзади. Слышите? Помогите, помогите нас насилуют. Помогите. Помогите. Вы чокнутые. Эй. Вы не понимаете? Вы не понимаете чокнутые. Это город Коры. Тут мафия. Они вас... Они вас разрежут. Какая мафия, черт возьми? Что у тебя за соседи тут злые, блин? Да он не чокнутый, он отбитый. Ему голову отбили. Да посмотри, может, разносчик пиццы вообще, блин. Кстати, может, пиццу, да. Пиццу, блядь, слегка. Вон, смотри, точно пицца поехала. Ой, блин, сейчас бой будет. Сейчас гранатами закидываешь. Не, блин, а... В смысле? Вы что, как колхозники оборзели вообще? Какой бой? Так что, может, пойдем на улицу подышим воздухом? Смотрите, если вы сейчас это орали, вот как она орала всякую дичь, то сейчас там стоят мафиози. Мафиози такие, которые вот... Это только не те с ПМ-ами, которые вот этого гражданина на гаражах стреляли. Не такие мафиози. А какие, расскажите. А мафиози вот с такими стволами, как... Вот-вот-вот такими вот. А давайте кто-то один выйдет, посмотрит, ему узнает, что будет. Давайте я выйду. Давайте я. Открывай колесик. Если что-то успеете сказать. Ну, постараюсь, да. Так. А ну, лежать всем нахуй. Ой, не знаю еще. Все. А тут никого нету. А ну, значит, пицца. Значит, значит, пицца проезжала в ступудец. Пицца? Пицца? Да. Нет, нет, никого нету. Вы, у вас в Чернорусии нету городов, которые и именуются столицами малых мафий и банди. Никого нету, представляете? Никого, никого нету. Так, это пицца. Блядь! Пиздец. Я выходил. За Руси. Ёперный театр. Сказал... Дом окружен, все поднимаются, выходят, сводят и порупают. Что это? Ау-уч! Ау-уч! Вот нахрена было орать? Помогите, спасите. Глупа, убили. Вот так-то. Ты что, моего товарища замочил, что ли? Все, я понял. Господа. Это точно не пицца. Господа, я предлагаю тихо разойтись. Да, да, я зомби-то... Полиция, там бомбы. Там бомбы у него везде. Пиздец. Сходили водички попить. Если бы какие-нибудь местные мафиози, то... Уходи бы туда, к мельницам. К мельницам уходи. У него бомбы там, вы что делаете? Бомбы? Ну, были когда-то. Выходим из... Из домов с оружием. Граждане, выговорим, выходим. Подтвердите то, что вы из полиции. Граждане, выходим, либо сейчас будем выкуривать. Смотрите. Я повторяю, выходим. Я сейчас начну грубо общаться. У тебя две минуты. Хорошо. Оружие убрал, быстро. Что вы из полиции. Как мне узнать, что вы из полиции? Данин, мы пока идем подальше. Вас спасители, я правильно понимаю. Да, он закрыл нас в шкафу. Он с бомбами какими-то там сидит. Я вас отведу чуть-чуть подальше. Стойте здесь, пожалуйста. Да, там аккуратно. Он с бомбами. У него в шкафу какие-то провода там. Данин. Что? Давайте я вам тоже браслеты одену. Здесь, пожалуйста, ваши поднимите. Эй, ты меня слышишь? А, что, что? Нет, что? Как они его выкуривать-то будут? Не знаю, он там в шкафу сидит. Смотри, смотри, смотри. Вход сдаётся. А, нормально. А прикольный, что скажешь, что это мы его в заложники взяли? Блин, у меня же чуть-чуть это средства самозащиты. Надеюсь, меня шмонать не будут. Если что скажу, у него орва. Мы купились на его сказке про то, что он сказал, что отвезёт, даст нам еды, воды, что у него свой магазин. А оказалось, что это мы его еда. Да, маньяк. Я не ем, я не ем людей, дебилы, конченые. Вы чё, хрупы? Я не ем людей, дебилы. Человек назвал нас бомжами. Мы сказали, сфигали. Он говорит, давайте я вам покажу свой дом. Давай, покажи, как живут нормальные люди. Мы посели к нему в машину. Не помню, лендровер вроде какой-то серый, песочный, точно не помню цвет. Так, ну с автомобилем, да, мы в курсе. Да, мы сели, приехали к его дому. Он запустил нас. Потом нам всем захотелось пить. Он сказал, что вода находится в этом, в шкафу или в холодильнике. Но в итоге мы прошли там в кладовку какую-то. Заходим туда вдвоём, он позади. И двери в этот момент закрываются. Вот, и мы, собственно, там и остались. Пытались написать полицию. Он в этот момент начал нести какие-то странные вещи. Непонятный бред. Сказал, что куда-то зачем-то поедет, за какими-то специями. В итоге оставил нас в доме минут на 10. Мы в это время пытались связаться с полицией. Вроде какие-то сообщения даже прошли, а какие-то нет, точно не знаю. И от безысходности начали стрелять в окно пистолетом, который был в шкафу. Так, вам сейчас надо будет поставить подпись, сейчас я распечатываю документы. Угу. Подпись, пожалуйста, поставьте, прочитайте, если хотите. Он написал точности, как вы говорили. А, так. Хуя себе, что это был, блин? Бомж номер два выглотал у меня всю блягу воды. Хотя, бомж номер два выглотал всю блягу воды. А кто из них бомж один, а кто из них бомж два? Присажите, пожалуйста. Бомж номер два, бомж номер один. Хорошо, вернитесь на меня. Иди нахер! Гражданин! Из-за оскорбления личности. Сапопу. Бои бомжатные чувства задели. Товарищ капитан, ну в общем, пистолет найден у Блэкстоуна. Ольф Питон под номер, сейчас секундочку. Да, пистолет. Я вам собрался вам отправить. Номер XZ2783, он был найден в шкафу, собственно, гражданин Блэкстоуна. Да, я пытался им окно открыть. То есть поймают оружие, было украдено. С целью самозащиты. Не украдено, а позаимствовано. Позаимствовано. Ты че, у меня его стрелки, папа? Так я окно пытался им открыть, как ты шкаф закрыл. Когда-нибудь власть изменится, будет порядок и будет царь. Ага, когда в власти придет такой, как ты, тогда вообще людей не останется. Только и будь сжарать людей. Я сужу ваш приговор за оскорбление. Понимала. А, да, забыл, забыл, забыл. Я спешу сказать вам, что лучше бы вы ехали в Чернорусию. Потому что вам хана. Хорошо. Да. Прибепк свесить. А вас... Блядь! Блядь! Че, нет? Че так громко? Гражданин? Капот заел. Подождите, капот заел. А почему? Гражданин? Капот. Ты гражданинка. Это как произошло, я не понял. Капот заел. Капот заел. Вы видите, что это? Капот заел? Че это дымится? Подъявите, пожалуйста, ваши руки. Капот. Капот заел. Гражданка, поднимите. Капот не открывается. Капот заел. Эй! Капот заел. Сработала сигнализация. Отдайте. Мое. Я там. В чернорусию быстро на поезд. А-а-а! Фигурки! Бегу, блядь. Я в пла-а-а! О-о-о! Вот такая вот получилась сегодня серия. Было довольно весело. Мне как-то показалось, что люди тут какие-то более общительные, что ли, в отличие от других мест, где мы раньше бывали. Ну, в общем, посмотрим, что будет дальше. А пока что задержимся тут. Не забывайте переходить на канал Элли Ричи. Она у нас занимается стримами. Играем мы вместе, так что можно много чего там увидеть, чего обычно нет в моих видео. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok